Колоновидная яблоня сорта. С каждым годом все больше дачников и огородников радует себя колоновидными яблонями. Эти деревья можно посадить даже на маленьком участке и получить урожай, ничем не хуже урожая обычной яблони. Собирать налитые плоды намного удобнее, так как все они находятся буквально перед носом, благодаря невысокому росту деревьев и практически полному отсутствию ответвлений. Сажают яблоньки как для вкусного урожая, так и просто для украшения участка. Некоторые сорта в период цветения и созревания способны надолго приковать к себе взгляд, благодаря сладким ароматам и ярким интересным цветкам. Отличие колоновидных яблонь от обычных дерева занимает очень мало места. Формы напоминает колонну, которая обсыпана невероятно красивыми цветками в весенний период и спелыми разноцветными яблоками в период созревания. Практически все яблони этого вида не имеют боковых ответвлений, в редких случаях очень короткие веточки, которые растут от ствола. Под прямым углом очень редко встречается и оголение ствола. Яблони отличаются своей продуктивностью и скороплодностью. Они намного раньше обычных яблонек вступают в плодоношение и, соответственно, быстрее набирают полную силу урожая. Колоновидные яблони между собой Колоновидные яблони также отличаются в определенных моментах. Все зависит непосредственно от сортов, из которых они выводились. Одни яблони будут радовать своим цветением ранней весной, другие – летом. Одни созревают за считанные недели, другим для этого нужно намного больше времени. Кроме этого, выводятся новые сорта, которые имеют высокий иммунитет к паразитам, болезням, грибкам и даже сопротивляемость как к высоким. Так и к низким температурам. Особенности посадки, выращивания и ухода. Внимание! Прежде чем покупать понравившийся зимний или летний сорт колоновидных яблонь в обычном или интернет-магазине, желательно изучить описание. Правила посадки и ухода за растением. Все условия должны быть соблюдены от влажности грунта до расположения на садовом участке. Очередность действий при высадке дерева в почву такова. Определить место в саду, где в дальнейшем будет расти яблоня. Участок выбрать исходя из предпочтений того сорта, который был приобретен. Нужно учесть все нюансы. Любить деревце, солнце или тень, влажную или сухую почву. С какими растениями самое благоприятное соседство и т. Д. После выбора места для яблони необходимо подготовить ямку примерно 60 см в глубину и 60 см в ширину. В яму засыпать перегной, золу и плодородный грунт перемешать-палить. Рядом с ямой нужно вбить деревянный колышек, который будет опорой для маленькой яблоньки в процессе ее роста. Перед посадкой нужно осмотреть корни, желательно обрезать для лучшего роста на новом месте. Иногда их обрезают продавцы перед продажей. Перед посадкой обязательно расправить их. Погрузить сожениц в ямку от ее верха до начала корня должно быть около 10 см и столько же от земли до прививки. Засыпать все землей, зафиксировать ствол стяжкой или тканью, привязывая к вбитой ранее палке, обильно палить. Проверить фиксацию яблони и присыпать палитую землю готово. Теперь остается только соблюдать требования по уходу и ждать сочных плодов. Посадка яблоня лучшей сорта колоновидных яблонь. Малиновое жерелье декоративное яблоня, которое достигает максимум 1,5 метра высоту. Яблоня малиновое жерелье не имеет никаких ответвлений о голении ствола. Устойчиво к любым погодным условиям и паразитам непривередливо имеет средний срок цветения. Бутоны распускаются в середине весны. Очень обильно плодоносится второй половины лета. Соцветия лилово-красного цвета имеют приятный, сладкий запах. Вес плодов около 30 грамм с небольшим восковым налетом и насыщенным вкусом. Могут быть красновато-малиновых оттенков. Яблоня малиновое жерелье фаворит поздней осенью и сорт достигает 4 метра в высоту. Устойчив в жаркой и холодной погоде паразитам и грибкам. Плоды могут уменьшаться в размере при высокой урожайности дерева. Цветы белорозового отлива среднего размера. Плодоносить начинают в середине сентября. Плоды крупные, могут достигать 300 граммов. Обычно яблоки этого сорта зеленовато-желтые, могут быть с красными разводами. Отличаются десертным вкусом и долгим хранением. Яблоня фаворит. Гранатовый браслет. Декоративный, светолюбивый сорт яблонь. Максимальная высота достигает 1,8 метра. Боковые ветви яблони. Гранатовый браслет колоновидный могут присутствовать в очень небольшом количестве. Оголение ствола отсутствует. Яблоня гранатовый браслет цветет большим количеством красивых, вкусно пахнущих, светло-лиловых цветков мая. Обильно плодоносит ярко-лиловыми плодами. Яблоки этого сорта небольшие, 30-40 грамм, хорошо подходят для выпечки. В чистом виде не очень вкусные, кисловатые. Таскан ранезимний сорт яблонь высотой до 2 метров, среднерослый. Круна состоит из большого количества коротких веток, на которых будут появляться плоды. Яблоня Таскан колоновидная имеет отличный иммунитет к паразитам и грибковым заболеваниям. Отличается за сухоустойчивостью и высокой урожайностью. Цветы нежные, розовато-белые, с легким ароматом. Плоды средних размеров около 160 грамм, обычно зеленовато-желтого цвета. Созревают в сентябре. Яблоки одномерные, приятны на вкус. Имеют ярко выраженный аромат. Яблоня Таскан чебурашка летний сорт плоды созревают в начале августа. Дерево среднерослое, санцелюбивое, среднеустойчивое к паршей насекомым. Внимание! Дает высокий урожай при посадке во влажную, воздухопроникающую, супесчаную почву. Вырастает до двух с половиной метров. Имеет хороший иммунитет к засухе и морозам. Во время цветения радует глаз белыми цветами средних размеров. Плоды бело-зеленого цвета имеют кисло-сладкий вкус, сочные. Вес яблок около 180 грамм. Очень плодовитый сорт. Манящий аромат декоративное растение отличается очень красивым цветением в лиловых тонах. Яблоки ярко-малинового цвета. Ответвление дерева не имеет, как и оголение свола. Яблоня растет до двух метров в высоту. Неприхотливо к грунту, имеет иммунитет к холоду и различным заболеваниям. Цветение сопровождается медовым запахом. Плоды имеют слегка вытянутую форму, небольшие, до 50 грамм. Вкус яблок кисло-сладкий, с нотками муската, имеют необычный конфетный запах. Используется для употребления в сыром виде и для десертов. Яблоня манящий аромат белоснежка малогабаритный сорт, скороспелый, растет до двух с половиной метров. Средне-позднее имеет мелкие ответвления, показывает высокую морозостойкость и среднюю сопротивляемость фаразитам и грибкам. Цветки яблони белоснежки непримечательны, белого цвета. Плоды достигают зрелости в конце сентября и приобретают прозрачный, желтый цвет, как у белого налива. Иногда может появиться легкий, розовый румянец. Плоды отлично подходят для употребления в сыром виде, очень сочные. Созревают яблочки дружно, что очень удобно. В среднем достигают массы около 130 граммов круглой формы. Готика этот сорт обязательно нуждается в опоре и умеренном поливе. Морозоустойчивый, солнцелюбивый, имеет иммунитет к парши паразитам. Высота достигает 3 метров, плоды 250 граммов. Яблони зимние, цветет в мае белым цветом с розовым и тливом. Яблоки округлые, блестящие, красивого красного румянца. На вкус кисло-сладкие, сочные, с тонкой кожицей. Очень скороплодный сорт. Яблони готика розовая, сказка селенорослая, декоративная яблоня, высотой до 1,8 метра. Срок цветения средний. Иногда могут образоваться боковые ответвления, а голений нет. Сорт очень хорошо плодоносит небольшими матовыми яблочками красного цвета весом по 40 грамм. Вкус сладкий, чувствуется легкая кислинка. В период цветения колоновидная яблоня сорта розовая, сказка покрывается крупными ароматными цветами лиловых оттенков. Время цветения – середина мая. Внимание! Яблони розовая, сказка имеют крепкий иммунитет ко всем болезням и вредителям, устойчивость к морозам. Стрела среднерослая и сорт с ответвлениями, которые отходят от ствола под прямым углом. Высокая устойчивость к низким температурам, парше, засухе и жаре. Достигает примерно 1,7 метра. Хорошая урожайность плоды достигают зрелости в сентябре. Предпочитает влажные, плодородные и воздухопроницаемые грунты. Любит солнечные лучи. Плоды достигают веса 165 грамм. Зеленоватые или зеленовато-желтые, сочные. Важно! Дерево требовательно к уходу. Необходима специальная обрезка. Луч скороплодный, сорт осиний. Созревает в середине сентября. Высокая урожайность иммунитет к морозам, вредителям, грибковым заболеваниям. Вырастая до 2 метров плоды достигают 250 граммов. Яблоки зеленого цвета, сочные, сладкие, с медовым привкусом. Высокая урожайность. Из плодов получается очень вкусная выпечка, десерта и яблоневое варенье. Яблоня луч аркаем зимний сорт, короткий вегетативный период. Устойчивость к морозу, зимнему иссушению, паразитам. Яблоня аркаем имеют плоды массой около 185 грамм, а не круглой и правильной формы. Деревцы вырастают около 2 метров. Яблоки фиолетово-малиновые, с зеленоватыми просветами. На вкус они кисло-сладкие, с нотками пряности. Балира важно. Зимние яблоки очень редкий сорт. Может выращиваться исключительно в декоративных целях. Высота достигает 2 метров. Отсутствуют длинные боковые побеги. Яблоки созревают к середине сентября. Плоды крупные, свыше 200 грамм, сочные, очень вкусные. При созревании окрашиваются в зеленый цвет с легким кремовым румянцем. Обелиск отличается скороплодностью, компактностью, ежегодным плодоношением, высокой декоративностью. Вырастают до 2,5 метров в высоту, если деревья посажены во влажную почву. Морозы устойчивы при правильном уходе и регулярном поливе имеют высокий иммунитет к вредителям и болезням. Плоды довольно крупные, около 200 грамм, с приятным красновато-желтым окрасом и нежным запахом. Это интересно. Сорт обелиск можно выращивать дома в горшке. Память блинского сорт плодоносящий поздней осенью. Яблоки имеют коническую форму и достигают массы 140 граммов. Деревья имеют стойкий иммунитет к парше, хорошую прочность и гибкость. Легко выдерживают самые большие урожаи красновато-зеленых яблок. Мороза устойчивый сорт. Орловская заслуженно считается элитным сортом. Из плюсов отличный товарный вид плодов, высокая скороплодность дерева. Крона округлая, ветви практически под прямым углом разрастаются в стороны, на концах закругляются вверх. Цветки крупные, блюдцевидные, бело-розового окраса. Вес плодов 150 грамм, окрас полосатый, красно-зеленых оттенков. Яблоня Орловская тройдент ранезимний срок созревания. Плоды зеленовато-желтого цвета достигают веса 140 грамм. Иммунитет к парше, мучнистой росе. Высокая устойчивость к морозам. Вырастает дерево до 2,5 метров. Талисман главный. Достоинство сорта – стойкость к парше, морозам. Высокая урожайность, скороплодность, хорошая транспортабельность. Яблоню необходимо прореживать от плодов, так как при обильном урожае они будут уменьшаться. Срок созревания – середина сентября. Яблочки зеленовато-красного цвета, кисло-сладкие. Яблоня Талисмана Лито – зимний сорт, устойчивый к болезням и вредителям. Для хорошего урожая нужен тщательный уход, полив удобрения минералами. Отличается очень вкусными плодами. Вкус десертный. Вес яблока от 100 до 200 грамм. Имеет интересную зеленовато-желтую окраску, кожица блестящая. Искорка зимостойкий сорт яблок. Отличается высокой урожайностью, толстыми и прочными побегами, компактностью. Плоды зеленого цвета, крупные, массой около 180 грамм. Мякоть сочная, вкусная, хрустящая. Внимание! Требует особого ухода. Нужна обрезка саженца в первые три года после посадки и регулярный полив. Титания сорт устойчив к парше, мучнистой росе и другим заболеваниям. Обладает прекрасными плодами красного цвета, со сладким, винным вкусом. Вес яблок около 110 грамм. Мякоть сочная, плотная, хрустящая. Подходит для консервации. Внимание! Яблони сорта титания способны регенерировать участки, которые были повреждены после зимних обморожений. Ранета очень требовательный сорт. Для хорошего роста и плодовитости нужно сажать плодородные, влажные, дренированные почвы, но обязательно далеко от грунтовых вод. Перед наступлением холодов нужно накрывать нижнюю часть ствола растений и ветки. Весну обязательно требуется подкармливать. Сажать ранет нужно на открытых местах, где есть прямое воздействие солнечных лучей. Лучшие советы от опытных садоводов. Для защиты от морозов и грызунов лучшим решением будет прикопать колонновидный ствол дерева, укрыть опилками, стружкой обмотать доступными утеплителями, при наличии снега кучивать и мы притаптывать. Для того, чтобы уберечь яблоню в зимний период, нужно использовать калийные удобрения, проводить обильный полив. Не лишней будет и санитарная обрезка. Колонновидные яблони пока сложно встретить на частных подворьях и в садах рядовых граждан. Однако интерес к данной разновидности несомненно растет.